Всем привет! Меня зовут Алена и спасибо большое, что находитесь на моем канале. И в этом видео я расскажу о своих покупках одежды и сумочек. Так как сезоны меняются очень быстро, у меня на осенний накопилось очень много вещей. И по традиции в одной обновке я сейчас нахожусь. Это вот такая вот блуз-карбашка с милыми маленькими разноцветными зонтиками. Это натуральный материал, 100% вискоза. Мне кажется, светлая блузка или рубашка это практически элемент базового гардероба. Единственное, что мне не нравится, это то, что она просвечивается. Следующая покупка это вот такой вот вязаный кардиган. Ой, что-то упало. Ну, пожалуй. Сейчас я его надену. Сейчас все будет. О, теперь непрозрачная у меня рубашка. В общем, вот такой вот он тепленький. Это фирма Коллинз. Самая базовая. Естественно, искусственный мех. Мне показалось, она выглядит очень комфортно. Она сама по себе очень мягкая. Внутри у нее такой вот мягкий шерстной воротничок. И вообще она сама вязаная такая с длинным рукавом. Мне понравилось, что она не сильно длинная, потому что у меня небольшой рост. И если слишком длинный кардиган, мне кажется, что у меня вот такие вот малюхенькие ножки. Такой кардиганчик, кстати, есть еще и в черном цвете. Но я захотела вот такой вот бежевый или молочный цвет. Не знаю, как правильно. Дальше в осени я купила вот такое вот платье под джинс. Сарафан платье. Очень такое классическое. Три четверти. Такой струящийся. Прям такая летящая девушка. Мне нравится, что оно стопроцентно хлопковое. И я, кстати, в нем была на фестивале Video People. И фоткалась с Русланом Усачевым. Конечно, фотка стрёмная получилась, потому что у меня такое лицо, как будто сейчас начнется припадок. Но стресс он такой. В общем, как по мне, это классическое джинсовое платьишко. Довольно удачного кроя. Дальше я вам обещала показать свои сумки. У меня их две. Одна черная. С золотыми элементами. Она с твердого кожи зама. С тоненькими ручками, шлейками. С одним большим отделением. Она сама по себе довольно легкая. Это фирма Aldo или Aldo. В общем, это первая у меня покупка у них. Мне понравилось. У нее такой очень минималистичный дизайн. Как я люблю. Я и вещи люблю. Без никаких там супер наворотов. Точно такие же. И сумочки, и обувь. Кстати, об обуви. Я себе нашла вот такие вот туфли. Или что это? Это ботинки. Я не знаю. На самом деле, это очень похоже на мужскую обувь. Потому что грубая такая подошва. Тоненькие шнурочки, как в мужских туфлях. Но походу сейчас на них мода, потому что я вижу их везде в магазинах. Смотрится довольно стильно. И каблука нет. Гуляй сколько хочешь. У меня была целая проблема найти свой размер. Причем, чтобы на обуви не было никаких золотых вставок, никаких стразов и камней сияющих. Я очень люблю строгую, такую более строгую классику. И нашла я их, как вы думаете, у отечественного производителя. Не знаю, какая-то киевская фабрика. Первый раз ее вижу. В общем, если будет интересно, пишите. Я найду где-то там кулек. Должно быть написано название. Следующая сумка у меня практически новенькая, упакованная. Это вот такая вот пудровая, нюдовая сумочка. Самая дорогая в моей коллекции. И вообще самая дорогая, какая у меня вообще была в жизни. Ну, она по-моему, очень дорогая. По-моему, 1200 гривен она стоит. Я покупала в Интертопе, это не Диор, не Шинель. В общем, все, как я люблю. Что-нибудь попроще. Мне очень понравился ее цвет. Это реально такая розовая пудра. Красивая такая детализация. Это английская фирма Нинка. Фурнитура очень качественно выполнена. И сразу видно, что у меня ничего не отвалится. Посмотрите, как сделаны собачки. Просто называется качество в деталях. Подкладка очень качественная, классная. И сзади еще один кармашек для ключей. Это, конечно, такая довольно летняя весельная сумка. Сейчас ее носить не буду. Будет лежать, дожидаться своего сезона. Дальше прикупила я себе пару джинсиков. Одни вот такие. Это Коллинз, опять же. Коллинз. Вот такие вот просто самые обычные, классические, слегка зауженные джинсы. Но единственное, мне не нравится, что у них очень низкая посадка. Меня это реально бесит очень сильно. А так мне нравится, что они светят. Мне нравится, что они делают хоть немножечко мои ноги худее и длиннее. И мне нравится то, что они более однотонного, такого глубокого синего цвета. И следующие джинсы я купила на такой вот конкретной распродаже. Стоили они, по-моему, 400 гривен. Это даже Pull&Bear, кстати, фирма. Еще с... А, да, вот 399, если что. Они потоньше, чем те предыдущие. Без потертости. То есть полностью закрашенный однотонный цвет. И опять же с низкой посадкой. Они мне понравились, что они довольно мягкие. Мне кажется, это идеальные джинсы, чтобы их носить. Еще тут у меня носки валяются по распродаже. У меня все, короче, с распродажей, как обычно. И показать вам хотела еще, если я купила пуховик. Ну, такой тонкий пуховик. Он очень классного цвета. Он кажется сейчас каким-то синим. Потом при определенном освещении более зеленый отдает. Такой, я бы сказала, изумрудно-синий цвет. Это тонкий и очень-очень легкий пуховик. Действительно, с наполнительным пух перо. Он довольно длинненький и с капюшоном. Что неваловажно, например, осенью. Когда периодически нас заливают дожди. Нашла я его в магазине BeFree. Есть там они разных расцветок. Мама у меня взяла темно-синий вот такой же. Что примечательно. У него в комплект идет вот такой вот мешочек, куда фактически может сложиться целый пуховик. И да, я проверяла. Действительно, влазит. Настолько он тонкий и очень мягкий. И последнее, что бы я хотела вам показать. Я специально оставила это на конец видео. На десертик, так скажем. В общем, это мои пижамки. Я не буду их показывать на себе. Потому что это будет совсем уже другой формат видео. Если вы понимаете, о чем я покажу их вам так. Первое. Поворачивайся. Вот. Первое. Это вот такая вот маечка. Вместе с вот такими вот шортами-юбочкой. Это фирма Woman's Secret. Кстати, я всегда там покупаю себе нижнее белье. Слишком откровенно. Это 100% полиэстер. Конечно, не самая приятная ткань для сна. Но он сам по себе не скользкий за счет того, что он такой фактурный. И в принципе, он довольно приятный к телу. Скажу сразу, что качество не очень хорошее. Потому что повылазили вон нитки где-нигде. И вот когда я держу в руках, я сейчас не вижу ничего особенного. Выглядит как тряпка. Но когда надеваете, это очень красиво. Я сейчас, наверное, хотела сразу отклеить вот эти стразы. Оторвать. Потому что я ненавижу стразы на одежде. Но я их оставила, потому что как-то так сделано, что в целом оно смотрится очень красиво и женственно. Подчеркивает все женские настоянства. И еще одна пижамка. Это в таком вот уже черном цвете. Боже, какие огромные труселя здесь кажутся. Ужас. Как штора. В общем, это шортики. Вот они такие тут с ажурной вставкой. Ой, как хорошо прям видно вам. Как же вам так показать? Ну вот она. Вот она, такая ажурная вставка по бокам ног. Что? В общем, с такой вот ажурной вставочкой на ногах. Самые обычные шортики. Это уже натуральная вискоза. И вот такая вот маечка в комплекте. Очень милая. Кажется, что довольно обычная. Но за счет вот этих вот кружевных вставочек выглядит очень мило. И радует, что это натуральный все-таки материал. И черный, кстати, убирает лишние килограммы. В общем, на этом все. Вот такие вот были у меня покупочки одежды. Если вам было интересно, не забудьте поддержать меня пальчиком вверх внизу под этим видео. Мне будет очень-очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить ничего нового. А я вас всех целую. И пока. Моя иманка позиционирует себя как дорогая элитная вижутерия. Иногда приходят такие экземпляры, что назвать их китайскими просто не поворачивается язык.